Тут написал такое. Пожалуй, можно начинать. Добрый вечер, мальчики и девочки, господа и дамы. Сегодня у нас матч кубка под названием Айс. И матч не просто, а с приставкой супер, наверное. И для вас сегодня будем комментировать Бастик и мой письменный коллега. Прошу, поздоровайтесь. Всем привет, это Сергей, то бишь Прайс. И сегодня я помогу Жене прокомментировать этот центральный, безусловно, матч сегодняшнего игрового дня между Айск Риммерс и Нордик Юнион. Как сказал Джобсон, сейчас работаем. Я предлагаю тебе назвать состав фриков Нордик Юнион. Итак, за Нордик Юнион сегодня выступают Егорка, Мазила, Акась и Райан. Ну а про эскримеров давай расскажешь ты. Ну, почти без изменений обошлось, как во втором матче с Оскарс, в воротах Денис, в защите Хури и Рикки Лепота будет основу, это мозговую основу атаки, да. Сегодня демонстрируют и на запасе Никос, как ни странно Джобсон, Ката и все. Ну, эти игроки, мне кажется, во втором матче спокойно выйдут. И, кстати, обратим внимание, Нордики в полном составе практически. Да, так что это дает нам шансы на весьма увлекательную игру. Посмотрим, как завершится эта встреча. Мазила с шайбой отдает передачу на Егорку. Здесь попытка обыгрыша, но неудачно. Шайба у Хурикани. Наистине малый результативный матч будет, но что точно можно подтвердить, это будет упорнейшая игра. Нам атак не хватает на этом турнире, отчасти. Сейчас была неплохая передача Нордики. Тот зацепился за шайбу, но, к сожалению, не сумел ее обработать и атака загребнулась. Акась. Ну, пока равная такая, да, игра, без особо таких моментов присматриваются. И, что хочется отметить, команды достаточно внимательно действуют в обороне. На данный момент Егорка с шайбой за воротами Нью. Передача на Райана. Так, спокойненько достаточно раскатывают шайбу в своей зоне Нордики. Пытаются что-нибудь придумать. Дальний заброс на Егорку здесь. Можно отдавать передачу в центр, но здесь не получилось точно сделать эту передачу. И снова шайба Егорка. Сразу виден класс игроков и практически обрезов нету, да? Да, ну и, конечно же, бросается в глаза, особенно после НГХЛ, то, что абсолютно никакой суеты. Все очень так уверенно. Мастеровито. Да, ну, надежен в обороне пока что. Обороны играют, скорее всего, IC, по всей видимости. Не с позиции первого номера. Да, но пока что такая небольшая разведка у нас в матче. Прошло 3 минуты первого периода. И пока что таких уж очень опасных моментов мы не видели. Лили с шайбой. И дотянулся здесь Рики. Довольно странно видеть Тева на воротах. Может быть, конечно, он и не играл в них, я просто не следил за Игорями. Да, вот сейчас Егорка может заспиться за шайбу, отдает передачу, но его блокирует Хури. Рики подбирает шайбу у правого края. Вот сейчас была не очень такая уверенная передача, и можно отдавать пас на Акася, но здесь не получится. Мне кажется, нужно было пробовать, да, сходу бросить. Да, возможно, но момент уже исчерпан. Сейчас очередная атака. Стоит напомнить результаты команды в первом туре. Ну, Ice Creamers очень уверенно обыграл Oscars. 9-1, ой, 9-0 и 7-1. И Nordic Union 2-3. Совершенно, наверное, неожиданное поражение от Ака в первой игре. И 0-6 победили они у Ака в второй игре. В общем, команда имеет по две игры с сушеной, в общем. Ну, и вполне можно сказать, что сегодня встречаются два явных лидера группа. И тем интереснее будет это противостояние. Лилипут с шайбой может начинать атаку своей команды. Отличная передача в центр. Сейчас надо было завершать, но хорошо сыграл здесь Мазила на выходе и отразил эту угрозу от своих ворот. Мне показалось, Егорка в защите доработал. Ну, там они оба молодцы, в принципе, сыграли достаточно бдительно. Не позволили этой шайбе зайти вору-то. Первый момент за матч, за первый период такой острый был. Да, пожалуйста, соглашусь с тобой. Вот сейчас, может быть, второй, здесь дальний наброс от Лилии, но никого не было на пятаке. Лилипут открылся. Вот Акаси открывается, нет, не успел. Очень трудно было, да, я понимаю? Ну, Акаси открывался. Ну, и вот так вот спокойненько, не терапево, у нас походит к концу первый период. Стоит, наверное, подвести какие-то итоги. Какие впечатления у тебя по игре? Ну, в принципе, то, чего я и ожидал. Может быть, максимум 2-3 шайбы забьют. Команда одна или другая. В общем, игра будет от обороны, она и видна. Ну, я думаю, все-таки нам сегодня с тобой предстоит не 15 минут комментировать матчи, а чуть более, возможно. То есть, овертайм доступен? Естественно, учитывая то, какие команды сегодня встречаются, это вполне может произойти. Ну, и, конечно, пока что, в свою очередь, отмечу, что довольно-таки приятно наблюдать такой, в целом, умный и расчетливый хоккей, если можно так сказать. Все-таки цена каждой ошибки в таком матче очень велика, и, соответственно, и голы ценнее, и игра интереснее. Я не удивлюсь, если IC на третий период отпустят, либо откат, либо Джобсона, потому что они могут усилить игру, как, кстати, и арты. Ну, да, но у них достаточно такой ровный состав по игрокам. Это уже отмечали в аналитике не раз, и, в принципе, оно так и есть, и в этом их сила. Не знаю, может ли сказаться волнение Дениса, или есть ли оно у него, я проворотаря IC, потому что он молодой самый, наверное, из всех. Да. И на таком уровне тяжело ему, мне кажется. Ну, как тяжело, он, в принципе, если я не ошибаюсь, достаточно давно в команде, и уже наигрывал с партнерами, со своими. Ну, тут, конечно, я не буду утверждать, потому как я не так уж много следил за IC, поэтому могу наврать. Тем временем здесь борьба за воротами у Дениса, и здесь Рики будет первый на этой шайбе. Я не могу сказать, чтобы у Норико был момент, да, 100%, и все везде почищается грамотно. Да, и у айскримеров, в общем-то, не было таких провалов в обороне, такая одна из главных. Сейчас, вот сейчас, а, Егорка, я перепутал. Бывает. Да. Вот, в другую сторону бросок. Пока что так плотненько играет команда, здесь Акай с Райаном немного не разобрались в этой ситуации, вот, может получиться опасная атака. Вот бросок первый, вот, во втором периоде, и рядом со штангой проходит. Сейчас еще один момент, но здесь у Лилия не было пространства, чтобы нанести бросок этот. Ну, пока что, наверное, отмечу, что, хоть в целом игра и равная, но немножечко она проходит под диктовку айскримеров, все-таки у них больше атак. Хороший разок. Сейчас свои ворота отлететь может, повезло. Да. Такая шальная шайба могла залететь. Вы знаете, мы такие случаи уже бывали. Вот сейчас вот тут ошибочка, по-моему, у игроков АйСи. И все-таки доработали они момент до конца, там и нордики ошиблись, и теперь могут начинать свою атаку. Сейчас, кстати, отличная передача на Лилия была. Мы как-то с Александром обсуждали, ну, в матче, когда АйСи играли, и в матчнице писалось, что мы обсуждали, в общем, суть-то, что голы Кашки, в кавычках, актуальны в таких матчах. И гол, кстати, Рики забивает. Да, вот такой отличный бросок от синей линии, и как раз точно в левый нижний угол, и 1-0 в пользу айскримеров. И вот закончить свою мысль тем, что такие голы именно сегодня возможны, и вес от этих голов очень весомый будет. Убросок хороший, выручает, Денис. Ну вот, вошел в игру, вратарь и скримерс показал, что он на чеку, в общем-то, не заснул за те полтора периода, которые провели команды в этой игре. Ну и в целом, если говорить по счету, то пока все логично. Да, как я и говорил уже несколькими минутами ранее, то, что АйСи пока чуточку навладеют инициативой. Ну, Нордики еще с последнего мини-турнира как-то не показывает, наверное, тот уровень. Нет, скорее, может быть, они и показывают тот уровень, но... О, хоть сейчас был отличный прострел. Игроки перебил. Да ничего, игроки просто уровень подросли в других командах, и поэтому тяжелее становится, да, такого. А сейчас их 1 на 1, и Егорка, собственно, сравнивает счет, отыгрывает эту шайбу. И 1 на 1 у нас вновь установлен паритет в этой встрече. Сразу видно, да, мастерство игрока. Момент есть, он реализован, стопроцентно. Да, ну там, конечно, в защите небольшая неразбериха была. В этот раз там был, по сути, чистый выход один в один. Ну и, соответственно, гол. Сейчас Хури за своими воротами. Может давать передачу. Но его там неплохо прессинговали игроки Нордик. Юнион, здесь Рики поборолся за шайбу возле правого края. Хури будет первый. Неплохой наброс, может, подставят, и едва не подставил. Там сразу три игрока было на пятаке у ворот Мозилы. Там она так срикошетила, непонятно от кого, и было достаточно опасно. Стоит напомнить, что это не единственный матч в сегодняшний игровой день. Чуть позже, в 21 час, будет матч Red and Dead и Devils. Рики Джобсон будет вещать, который сейчас играют, да, как раз. И в 22.00 у АК Оскарс. Там будут вещать Александр и Марк. Вот, и советую тоже подставить матч. Они будут не менее интересные. Этот хороший момент сейчас будет, но здорово Мозилы спас. Мне кажется, там вышло. Да, ну так вот, так сказать, для подстраховки Иван этой шайбы коснулся. И, в принципе, сейчас какой силовой прием Акась применил против Горки. Забавный эпизод, конечно. Ну, окончен второй период, что-то один-один. В целом, игра равная, как уже отмечалось. И ждем третьей пяти минутки. В общем, как мы и предполагали, шайба будет немного забита, да? Так оно и есть. Да, но это нисколько не портит впечатление от игры. Стоит отметить. Вот, кстати, произошла замена, насколько я понимаю. Вышел здесь на площадку лид-ката у Айси. Да. О чем я и говорил. Ох, Рики. Сейчас отличную шайбу забивает Рики. Это уже дубль. Его в этой игре с передачей Лепота, ну, конечно, очень мастеровито, очень вовремя он подставился под эту передачу и сумел завершить ее. Этот пацан вместе с нами практически начинал, да, играть? Да, но тут зависит индивидуально от каждого игрока. Кто-то успевает наверстать буквально за... Сейчас опасный момент. Ворот, так я понимаю, Дениса. И вот, кстати, в первых матчах в Суако, во второй игре команду тащил, как по-капитански, забивал. Вот сейчас. Сейчас обменялись дублями, так сказать, лидеры команд. И 2-2 у нас. Напомнило мне из настоящего хоккея, да, эпизода, когда из ворот вылазит. Из лицового бортика так выковыриваются. Да. Но гол красивый, в принципе. Вот сейчас Егорка открывался, но трудно было ему. Конечно, его сейчас контратака. И теперь в обратную сторону. Передержал шайбу игрок. Райан, вот хорошая передача, но здесь Егорке было сложно ее обработать и, в принципе, что-то сделать. Ката. Хорошая передача, но Аказь должен быть первый. Почти так и есть. Да, очень заметно, что команды делают упор именно на командную игру. Пас в одно касание должно быть. Нет, маленечко. Егорка в стиле Тёмы или Тёма в стиле Егорки это делает. Ну, а это называется стиль ПХЛ. Скажем так. Так, сейчас Райан здесь в районе красной линии пытается начать атаку Нождики Юниан. Юниан не форсирует события. Ох, какой бросок классный. Снова Денис играет очень здорово. Бросок на подставление надеялся, наверное, Аказь. Точнее, наверное, брата ворота, но подставить там тоже можно было, в принципе. Мазила дает передачу на Райана. Ну, там сейчас помаленечко перехват от инициативы. Первую минутку точно лучше играют ребята из Нордиков. Хотели маленько АйСи. Немноженным глазом это видно. Да, такая немного качельная игра. У нас инициатива последовательно переходит от одной команды к другой. И вот сейчас уже более активные игроки Нордик Юниан в зоне АйСи. И отбиваясь... Ох, сейчас какой момент был неудачный. Ну, здесь Денис очень по-прежонски эту шайбу выбросил. Ой, Райан маленечко подвел ребят. Сейчас это когда-то дома реализуются момент. Ох, Иван сейчас пас. Да, Иван сейчас продемонстрировал свои воротарские навыки. Достаточно так уверенно он сыграл на выходе. Можно сказать, предугадал направление полета этой шайбы. Возможно, ключевой сейф на самом деле. Потому что это очень такой хороший сейф в принципе. Ну, кто не хватает? Денис же, да, тоже. По идее, основной. У АйСи? Нет, у Нордиков. А, у Нордиков? Ну, вообще, скорее всего, да. Вот сегодня его нет. И, видимо, Иван его подменяет. В случае отсутствия. Райан здесь попытался отдать передачу на Егорку. Но того не получилось зацепиться снова за эту шайбу. На синей линии дежурит Акаси. Райан там тоже открыт был, но... Шайм был у игроков. А, у синий. Текстурки, так скажем, да. Иван, хороший брос. Егорка должен успеть. Но зря Денис не вышел, в принципе, мог. Да, но Денис был бы первым, если бы он порастропнее оказался в этой ситуации. А, не рискует. Да. Так скажем, как бы НГХЛ уже покинулся на шайбу? Ну, с НГХЛ такие игры вообще сравнить не приходится. Поэтому абсолютно все разное. И гораздо приятнее смотреть игры НГХЛ, нежели НГХЛ. Думаю, это все и так прекрасно понимают. Егорка отдает передачу на Акаси. Тем более игры с фаворитами, пожалуй, турнира, не только группа. Ну, там еще бакфакеры, да, отнесем. Да, ну... Ну, это другая история, в общем. Да, тем временем у нас остается 45 секунд до окончания третьего периода. И вот как раз, как ты говорил, у нас весьма вероятен овертайм по такой игре. Потому как команда играет достаточно так аккуратно в обороне. Вот сейчас, правда, такая вот ошибочка небольшая. Вот, по-моему, Рикки был шешебрый. Ой-ой-ой. Райан здорово играет. Там вот Рикки был, он за ворота выходил. И если бы он познал не ближнему, а дальнему, который по борту набегал, то было бы опаснее, но не заметил или ли он. Рикки, ну, здесь, мне кажется, не хватит уже времени что-нибудь сделать. Хотя вот продолжают АСи атаковать. Ну, концовочка за АСи. Концовочка, да, вот снова, как я уже упоминал, такая качельная игра. Под конец периода уже АСи смотрелись предпочтительнее своих оппонентов. И вот в итоге уже каждый из команд сработал по одному очку к себе в копилку. И нас ждет овертайм. Что мы имеем пока? Семь очков в АСи и четыре у Нордиков. Но это только пока. Да, ну и в целом довольно качественный хоккей. И неплохая комбинационная игра. В принципе, да, по моментам, пожалуй, всего, сколько? Два, да, по-моему, один-один раза выходили и то по одному разу. Да, вот сейчас очень хороший треугольничек разыграли игроки ИНЮ. И здесь на пятаке было очень горячо. Райан не оставил Мазилия шайбу. Предпочел сам разобраться в ситуации. Райан, сейчас, может быть, получится опасно, но шайба... Пытался там Лиле смахнуть у него шайбу с крюка, но не вышло. Мне кажется, Денис напряжен сейчас. Напряжен, он дергается, видно. Ну, может быть, он так себя подбадривает, я не знаю. Все-таки. Ой, просок хороший выручает Иван. Да, ну он был достаточно слабый. Шел по низу, думаю, это не составило для Ивана труда. А там рикошет был, вот в чем вам загвозочка. О, хорошая передача на Егорку. Можно брал, отличный ложный заман. Да, если бы убрал, жаль, маленькая шайба ушла. Да. Здесь Иван за воротами. Будет начинать так своей командой. Отдает снова на Райана. Райана Акаш. Акася. Точнее, Егорка ему оставит. О, здорово. Да, там получилось у него подтолкнуть клюшку своего оппонента. И вот сейчас вот Акася. Немножечко не так, как хотелось бы, да? Не получилось, да. Сыграть надежно. Вот Мазила теперь снова поступает в игру. Акаш, Иван, сейчас. И Рики может лишить исход первого матча. Да, сейчас еще хорошо бросит, но здесь Райан. Райан, конечно. Очень уверенно заблокировал этот бросок. А это глазом не моргнул. Кота. Или. Слушай, пахнет не одним вертаем в такой игре. Или шайба в стиле какашки. Ну, не будем уж так уж сильно выражаться. Это... Естественно. Да. Ну... Ох, вовремя лили с трех шайб, потому что она на Егорку уходила. Да, здесь Акася будет первый, но думаю, Кримеры здесь в защите понадежнее сыграют. Кажется, РТ во второй игре появится, вместо как раз-таки Акася. Посмотрим. Ну, и наверняка Джобсон со стороны Аскриммерса. Место, скорее всего... Мне кажется, Рики оставят они. Нет смысла менять его. Рики, естественно, нет смысла менять. То, как он главный финишер атак, скажем так. Ну, скорее всего, это будет защитник. Либо Ката поменяют, либо Лилию берут. Да, и очень здорово. Очень широко играют АСИ сейчас. Ухрайн открывался там один. Не увидели его, ребята. Да, и у нас тем временем уже две минуты остается до окончания овертайма. И очень напряженно пока все в этой игре. О, сейчас момент еще повторально. Бросок, но нет. Это очень было просто для Дениса. Он сегодня и посложней шайбы отбивал. Ну, не знаю, не знаю. У нас выход 3 в 0 тем временем, 3 в 1, но здесь удачно сыграл защитник. Какая-то была Егорка, теперь 1 на 1 может выйти. Вот отличный прием. Можно завершать ее. Отлично, отлично сыграл Егор. В этом эпизоде оформил хит-рик с передачи Мозилла и победа. Нордик Венен. Тяжело было забить в той ситуации, но мастерски Егор как разобрался. Да, так аккуратненько он изловчился. Эту шайбу направил над клюшкой у Дениса и сумел подарить своей команде второе очко в этой встрече. Собственно, ждем второй игры. Первая вышла очень даже интересно. Тут сейчас, наверное, особо не записывается. Да.